То, что я собираюсь сказать, касается людей, практикующих йогу. Я сама занимаюсь йогой уже около 10 лет. И я помню время, когда только начинала познавать йогу и открывать чакры для себя. Наш маэстро Джованни в Милане рассказывал про цвет чакр. И я очень была удивлена, что наши нижние чакры начинаются с красного цвета, наше сердце зеленое и голова фиолетового цвета. Я была очень удивлена, и это долго не ложилось мне даже на память. Но потом я художник и очень хорошо визуализирую любые вещи. И я привыкла к этой структуре чакр. И я посвятила огромное количество медитаций на эту тему. Даже перестала сомневаться в этом. Но вот недавно был сильный мороз, и светило такое солнце на ярком белом небе. И была огромная радуга. И я шла по дороге, и я просто застыла. Я увидела радугу во всей ее красе. И радуга начиналась не с красного цвета, а с синего. Сначала шел синий, потом шел зеленый, желтый в области сердца, оранжевый в области горла, и красно-розовый в голове. И заканчивался белым. Как он начинался белым. Я была потрясена. И я думала, что я могла ошибиться. Но моя интуиция настолько сильна, что я стала возвращаться к этой теме и время от времени просматривать в интернете все радуги, любоваться ими. И примерять на себя во время медитации и во время занятий йогой. И я хочу сказать, что я должна поделиться с вами этой сокровенной сутью. Потому что это знание, которое переворачивает полностью мировоззрение. Я думаю, со мной будут многие, может, не согласны, активно не согласны. Но людей думающих, людей с интуицией, я прошу попробовать попрактиковать. Это качественно новая структура цветового мировосприятия. И вы знаете, это очень сильная вещь. Потому что мы живем в период калий-йоги, когда все понятия вывернуты наизнанку. Когда идет подмена понятий на ложь. Я считаю, что это один из грандиозных обманов. Потому что йоги и гои — это задом наперед одно и то же слово. Но какая большая между ними разница? Точно такая же, как медитировать на красную чакру внизу живота, которая воспламеняет всю вашу систему. Или иметь пламенное сердце, горячее, доброе, золотое, желтое сердце, которое полно любви. Иметь горло не синего цвета, и медитирует не на синий цвет, который не раскрывает никаких ораторских способностей, а наоборот отдаёт холодом. А медитирует на оранжевый цвет, потому что он является производной от горячего сердца золотого, от солнечного сплетения. Солнечное сплетение ведь не зря оно солнечное. Оно же не зелёное, оно солнечное. И ораторская способность, вот мудрость изливается из оранжевого цвета, мудрость, знания, глубина, любовь, ласка. Дальше мы поднимаемся, этот огонь идёт в голову, и вот этот огонь любви, сердечной, он образует мысль, очень сильную мысль, как огненную мысль. Представляете, насколько можно быть реализованным человеком в этом материальном мире, имея такую структуру. Не иметь, не быть мне всё фиолетово. Мне всё фиолетово, потому что голова у йогов фиолетовая, от этого всё становится фиолетовым. А при варианте, который я вам говорю, при этой правдивой, гармоничной, натуральной структуре чакр, потому что то, что вверху, то и внизу, то, что вовне, то и внутри. Вовне есть радуга, и если вы думаете, что мы тоже радуга, то мы должны быть радугой, как на небе. и ещё вот первые чакры, когда я раньше знала, что мои первые чакры и мой живёт, это просто огонь, мне, когда я медитировала на эту тему, мне вообще казалось, у меня там всё воспалено, пылает, всё сжигается, но не сжигается там, потому что смотрите, рождение жизни в животе, стабильность, вода, да, вода, всё произошло из воды, и синий цвет, который внизу, это рождение, рождение всей природы из воды происходит, это такая стабильность, такая чистота, что не надо йогу бороться со своими перевозбуждёнными первыми чакрами, а там есть святость, это уже как залог стабильности в отношениях, залог серьёзности, не надо идти на компромисс, потому что если у тебя там красный цвет, там у тебя огонь, там у тебя всё горит, человек серьёзный, он всё время борется с этими компромиссами, и отрешение получается или чистота, соблюдение чистоты получается как борьба, а в данном случае нет никакой борьбы, потому что изначально вода и вот этот синий цвет это как стабильность, как чистота, как поток, как зарождение новой жизни, сливаясь с жёлтым сердцем, с золотом сердца, получается зелёный цвет в районе пупка, и когда в районе пупка зелёный цвет, это не то, что всё там горит и сжигается, если думать о еде, которая там горит и сжигается, а если думать о преобразовании, и что это место, где рождается, зарождение идёт новых клеток, новой биохимии разной организма, это веганские вот эти направления сыроедения, это распускающиеся почки, листья, это рождение природы, зелень, то есть жизнь, вы знаете, это настолько оздоровительно, настолько мощная вот эта информация, которую я вам даю, если вы будете на это медитировать, хотя бы попробуйте, если вы хотите быть здоровыми, если вы хотите, чтобы ваши мысли реализовывались от желания сердца, от чистого, и огненного, доброго, от любящего сердца, попробуйте помедитировать на такую структуру радуги в вашем организме. И ещё, я думаю, эта подмена понятия была для того, чтобы изолировать гоев, йогов от создания этой реальности, потому что нашу реальность мы не творим, а реальность, я говорю, в глобальном смысле цивилизацию. На данный момент цивилизацию творят другие сущности, с которыми об этих материях не поговоришь. Да, у них первые чакры красные, и сердце там зелёное, болотного цвета. Знаете, в лучшем случае, как зажжённый светильничек, зелёненький, ночничок, но не пламень солнца, не изобилие любви. И на этом вот такой переворот, он же меняет просто, ну это просто революция и отделение вот такого огромного числа людей, которые именно мыслящие, способные создавать и перевернуть сознание этого мира, способные творить. Они просто находятся в какой-то вот изоляции, когда им всё фиолетово. Возможно, вот по причине этого глобального переворота радуги. Понимаете, но что это оздоровительная система, я не сомневаюсь. И заканчиваю я мою картину здесь у меня тоже слияние мужского и женского начала в едином. То есть одна сторона мужская голубого цвета, другая женского розового цвета. И заканчиваю я это свастичными знаками, которые я видела во многих раскопках, в римских раскопках, как говорят римские. Но когда я спрашивала, как же в дохристианской империи изображались кресты, ну свастики понятно, а кресты откуда там взялись, никто из археологов мне никогда не ответил ясно. Ни в Болгарии, ни в Греции, ни в Италии, никто не ответил. Но на наших вышивках русских также есть эти знаки. Мне очень нравятся эти коловороты в разные стороны, соединенные с крестами. И вот три этих основных цвета в радуге синий, желтый, красный. И вместе они дают именно рождают другие цвета. Это основа. Но самая большая основа во всем этом это белый цвет. Белый кристалл, который находится в первой чакре, который вбирает в себя этот кристалл диамант, который вбирает в себя все цвета радуги. С этого все начинается и этим же заканчивается на голове. Потому что это наша кундалини. Это та мощь, которая соединяется через всю эту радугу, она соединяется столбом кундалини. Я счастлива, что я могу с вами этим поделиться. Я надеюсь, что кто-то попробует попрактиковать то, о чем я говорю. И может быть вспомнить, что и у него когда-то были такие мысли в самом начале. И это не обман. И я всем желаю личного поиска, счастья, хорошего здоровья от всего сердца намасте. Намасте. хочется которые очень р worlds, какие учатся.